Свыше трех тысяч человек обратились в Конституционный суд за правовой защитой с начала года. На что чаще всего жалуются казахстанцы, рассказала председатель органа Эльвира Азимова, выступая на совместном заседании Палат Парламента. Почти половина заявлений связана с тем, что люди не согласны с решениями судов. Обращаются по поводу жилищных, трудовых отношений, исполнения наказаний, вопросов доступа к информации. Наиболее активны жители Астаны, Алматы и Кустанайской области. Также парламентарии заслушали отчеты правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета. Некачественное планирование и неэффективное использование бюджетных денег – это главные проблемы, на которые обращают внимание аудиторам. Только в прошлом году бюджет корректировали 8 раз. При этом неосвоенными остались около 80 миллиардов тенге. Мы предлагаем ввести солидарную ответственность центральных государственных органов и местных исполнительных органов. Все дело в том, что сейчас очень большие суммы в три раза больше в 2023-2025 году, чем в предыдущие три года, в регионы передаются в качестве трансфертов общего характера. Они обезличиваются и становятся просто местным бюджетом. И Акимат региона имеет право направить их на любые цели. Соответственно, у высшей аудиторской палаты нет полномочий по аудиту местных бюджетов. Они выпадают из-под контроля высшей аудиторской палаты. Депутаты привели примеры некачественного планирования. Речь зашла о строительстве ТЭЦ-3 в Астане. Проекты должны были завершить за 5,5 лет. К строительству приступили в 2010-м. Тогда объект оценивали 87 миллиардов тенге. Сейчас его смета выросла на треть. Тем не менее, парламент утвердил отчет аудиторов, рекомендовав правительству учесть все замечания.